Добрый день! Я приветствую вас в студии информационных программ межгосударственной телерадиокомпании «Мир». И, как обычно, в начале выпуска несколько слов о том, какие события ожидаются сегодня в Содружестве. Президент Республики Борис Ельцин намерен посетить северную столицу Санкт-Петербург. Президент Украины Леонид Кучма посетит республиканскую сельскохозяйственную выставку «Агро-96», после чего он намерен встретиться с главой Совета по международным отношениям Аргентины господином Мунгесом. В Бишкеке пройдет второй съезд кардиологов в Тиргизии. Сразу после выборов в начале следующей недели в Москве запланировано проведение очередного заседания исполнительного органа договора о создании сообщества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Из полкома 2 о том, какие вопросы внесены в повестку дня этой встречи, да какие документы будут проработаны для рассмотрения Высшего совета сообщества, рассказал нашему корреспонденту, управляющему делами из полкома Владимир Покровский. Ближайшее заседание исполнительного комитета, которое будет рассмотреть ряд вопросов, которые имеют прямое отношение к населению, ряд вопросов, которые создают условия для этого. Прежде всего, это будет вопрос рассмотрен о свободном обмене жилых помещений на территории России и Беларуси. То есть не будет ограничений, которые сейчас есть в связи с гражданством. Будут рассмотрены вопросы, связанные с формированием единой таможенной службы. Этот процесс уже начат, поскольку Беларусь и Россия первыми были, кто образовал таможенный союз, и он сейчас развивается, но сейчас речь идет о том, чтобы фактически единообразить все регламенты, которые применяются на таможне, для того, чтобы граждане вообще практически не чувствовали, что они живут в разных государствах, и чтобы товары и капиталы, услуги перемещались свободно. От двусторонних отношений к многосторонним так можно оценить атмосферу очередного заседания парламентской ассамблеи черноморских государств, которая вчера завершила свою работу в Баку. Этот принцип находит свое развитие во всех странах-содружествах, в том числе не входящих в Черноморский регион. В Молдове на начало июня секущего года зарегистрировано 622 совместных предприятия. По данным Национального агентства по привлечению инвестиций, в их выставных фондах иностранный капитал составляет порядка 47 миллионов долларов США. 58% этих средств инвестировано в прошлом году. Наиболее крупные капиталовложения в экономику Молдовы произвели инвесторы Италии 10,4 миллиона долларов, Соединенных Штатов 4,4 миллиона долларов, Мальты 4,3, Швейцарии 3,7 миллиона и Германии 3,2 миллиона долларов США. О результатах визита в эту республику президента Киргизии Оскара Акаева наш следующий сюжет. Президент Киргизстана Оскар Акаев побывал недавно с официальным визитом в Молдове. Итогом визита стало подписание целого пакета документов о сотрудничестве между Кишиневым и Бишкеком в самых различных областях. В области внешней политики, банковской сквере, в области международных перевозок, науки и культуры. По мнению Оскара Акаева, взаимная конвертируемость киргизского Сома и молдавского Лея практически не вызывает проблем, так как обе валюты наиболее стабильны в содружестве. Акаев также сказал о возможности создания совместных молдокиргизских предприятий по производству наукоемких технологий. Президент Молдовы Мирча-Снегур в целом отметил, что подписанный пакет документов практически полностью закладывает базу экономического сотрудничества между Молдовой и Кыргызстаном. Мирча-Снегур и Оскар Акаев были едины во мнении, что единственный шанс существования содружества независимых государств Это победа на президентских выборах в России Бориса Ельцина. Межгосударственный статистический комитет СНГ опубликовал материалы о ходе ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС. Общая площадь закрязнения Цезием-137 наиболее характерным радионуклеидом составляет свыше 150 тысяч квадратных километров. На территории Беларуси это пятно занимает порядка 25% площади республики, на Украине 10% и менее 1% территории России. Всего на начало 1996 года в зонах пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС проживали 10 миллионов 296 тысяч граждан России, Украины и Беларуси. В Минске прошло заседание Совета крупнейшего в республике концерна Белхимнефтепром. Нефтехимический комплекс Беларуси занимает сегодня около 13% в общем объеме промышленного производства республики. Доля производства синтетических волокон составляет около 80% в выпуск аналогичной продукции в странах Содружества. Сегодня нефтехимическая отрасль по сравнению с другими более чем уверенно переживает экономический кризис. Свыше 25% занимает экспортный потенциал продукции предприятий отрасли в общем объеме экспортных поставок республики. Во многом на это влияет увеличение объемов производства. Так, в прошлом году прирост составил более 10%. Это при том, что затоваренность продукции на предприятиях минимальная. По словам президента концерна Белхимнефтепром Анатолия Мордашова, это удается благодаря расширению рынков сбыта и в первую очередь возобновлению старых экономических связей с республиками бывшего Союза. Анализ же экономической среды нефтехимического комплекса, проведенный на заседании Совета Белхимнефтепрома, свидетельствует о том, что в настоящее время имеет место одна глобальная проблема, с которой сталкиваются предприятия концерна. А именно, степень изношенности основных фондов предприятий превышает 60%. В связи с этим необходимы крупные финансовые вложения в реконструкцию и техперевооружение производств. У государства, безусловно, таких средств нет, и единственный выход – иностранный капитал. Но и с этим проблема. Потенциальный инвестор не будет вкладывать свои деньги в те предприятия, которые полностью принадлежат государству. По мнению Анатолия Мордашова, одна надежда остается на выполнение программы разгосударствления и приватизации государственных предприятий, находящихся в республиканской собственности. Единственное, что зависит от правительства, это строгое и последовательное ее выполнение. В нашей традиционной справочной минуте сегодня информация о том, во сколько вам обойдется отдых на курортах Молдовы. В среднем одному человеку санаторное лечение в Молдове обходится в 7 долларов 70 центов в сутки. Причем для граждан Содружества стоимость услуг предприятий отдыха такая же, как и для граждан Молдовы. В указанную сумму входит только стоимость проживания и питания. Лечебные процедуры оплачиваются отдельно. Кроме того, Молдова имеет свои пансионаты и на территории Украины, где цены меняются в зависимости от инфляции. Отдых в таком пансионате в июне вам обойдется в 88 долларов США, в июле – 92 доллара, а в августе – 97 американских долларов. Любителей автобусных экскурсий Республика Молдова может порадовать прежде всего очень низкими ценами на автопутешествия. Так, один километр пути на автобусе обойдется вам всего в один цен. Это были некоторые новости из стран Содружества. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова